Своеобразная перезагрузка отношений совсем скоро должна произойти между налоговиками и частью налогоплательщиков. В 2017 году начали действовать новые положения закона о контрольно-кассовой технике. В связи с этим торгующие организации и предприниматели обязаны применять онлайн-кассы, которые в режиме реального времени через интернет передают информацию о продажах в налоговую инспекцию. Использование новых приборов должно начаться с 1 июля 2017 года. Но несмотря на то, что до внедрения новинки осталось чуть больше месяца, многие продавцы признаются, что не готовы к использованию касс нового образца. Именно для них в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 14 по Московской области проводился семинар с участием налоговиков и представителей организаций, которые поставляют и обслуживают новую технику. Прежде всего они рассказали о ряде преимуществ, которые получат предприниматели. Прекращает время на регистрацию, то есть все это можно сделать через личный кабинет. Не обязательно уже будет печатать чеки на бумаге, потому что чеки будут отправляться в электронном виде налогоплательщика. Представителей торгующих организаций познакомили с основными процессами, которые будут проходить онлайн, и продемонстрировали образцы новой кассовой техники. Внедрение этого оборудования отчасти осложняется тем, что предприниматели применяют в своей деятельности большое количество самого разного программного обеспечения. И одна из главных задач таких семинаров – рассказать, каким образом новая техника будет взаимодействовать с уже имеющимся оборудованием. В каждой сфере бизнеса свои программы. Соответственно, все настраивается на компьютере, далее он работает как принтер-чеков, но и, соответственно, также передает все данные по интернету в ОФОД. Необходимость подобных семинаров, которые будут проводиться и впредь, очевидна. В налоговую инспекцию постоянно поступают вопросы от сотрудников организаций – финансистов, экономистов, бухгалтеров. И дело даже не в том, что система сложна. Она затрагивает и кардинально меняет многие процессы учета и налогообложения. Причем меняет в лучшую сторону. Учет, тот же внутренний, потому что это все будет отображаться в компьютере, и уже будет налогоплательщик знать, сколько товара он продал, сколько у него в остатке. Это все признано помочь в первую очередь и налогоплательщикам, и простым потребителям. В ходе семинара представители торгующих организаций могли задать любой вопрос по этой непростой теме и получить исчерпывающий ответ от специалистов. Может быть, это примерно так?